ну что ж я приготовил слово верю от господа для вас сегодня и хочу вас ободрить хочу вас вдохновить в эти вот несколько десятков минут которые ждут нас впереди знаете когда мы хотим с вами воспользоваться какой-то услугой купить какую-то вещь или отправиться в отпуск в неизвестное ранее место мы зачастую ищем совета совета от людей которые уже были в этом отеле которые уже лечили зубы у этого стоматолога да который уже пользуется пылесосом который мы только еще собираемся купить если наши друзья говорят да отель хороший да стоматолог замечательный да пылесос пылесосит мы как бы смелее до выборе который собираемся сделать вот еще вот что любопытно если мы с вами идем в какое-то место например в кафе до чтобы покушать скажем иду я с женой в кафе чтобы покушать но и я как мужчина я так заранее прикидываю сколько нам будет стоить средний чек сейчас в поисковых системах даже пишут да когда ты еще какой-то кафе там пишут средний чек там такой то раньше такого такой информации не было сейчас уже появляется такая информация и вот идешь и думаешь ну идем в кафе наверное 1000 на 3 поедим да потом заказали заказали думаешь ну не по моему не на 3 по моему на 4 поели и потом ты как бы стрепетом ждешь сколько же тебе там принесут чек и потом приносит чек на две с половиной ты такой нормально я думал мы поели на 4 а чек всего на 2 с половиной и что произошло но твои твои ожидания чуть превзошли было лучше чем ты ожидал да и из-за этого мы скорее всего будем об этом другим людям рассказать когда у нас просят рекомендации мы говорим да да в это кафе надо идти вот но бывает и наоборот ты идешь кафе и думаешь чет я сегодня помню 1000 на 2 поел 1000 на 2 поел и тебе приносит чек на 5 тоже ожидания твои превзошли потому что по ощущениям как будто на 1200 вообще поели мы и вероятнее всего об этом кафе вы тоже будете говорить но чуть в другом свете если вас просят идти ли в это место или нет вы скорее всего скажете слушай ну наверное лучше вот в то другое потому что там будет все все по-другому вы узнаете себя нет в этой истории да или ты может покупаешь билет на самолет думаешь наверно тысяч 10 а потом раз за пять и как бы приятно и вот что любопытно я много раз в своей жизни был евангелистом для разного рода организации для разного рода компаний когда они делали что-то хорошее для меня я об этих компаниях своим друзьям рассказывал но в их случае я еще и заплатил за услуги которые они мне оказывают или за товар который у них купил но в случае с господом он превзошел вообще все наши ожидания и еще и не мы заплатили а он за все заплатил и если мы рассказываем про кафешки авиакомпании я не знаю там отели и прочее остальное тем более на наших устах должна быть история о том что бог совершил наша жизнь аминь давайте посмотрим на одну любопытную историю которая произошла в библии история записана в евангелии от марка в первой главе я называю евангелие от марка молодежным евангелием потому что там в первой главе уже все случилось приходит к нему прокаженный к нему в смысле к иисусу и умоляя его и падая перед ним на колени говорит ему если хочешь можешь меня очистить иисус умилосердившись над ним простер руку коснулся его и сказал ему хочу очистить после этого слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист и посмотрев на него строго вот это очень любопытный момент скажите вместе со мной строго а что иисус бывал был строгим бывало был строгим я думаю он даже брови нахмурил посмотрел на него очень строго и когда иисус что-то говорит строго вы согласны надо слушаться аминь принципе если он и не строго говорит нужно будет слушаться но если строго говорит ну по крайней мере мы с вами ожидаем от наших детей если мы с ними строго о чем-то говорим не бери эти часы не бери там это на ужин это не еще рано это есть да мы строго разговариваем с детьми мы ожидаем что они будут нас слушаться так вот иисус посмотрев на него строго сказал ему смотри никому ничего не говори это я не знаю как вам но по-моему это такое странное очень обстоятельства потому что в нашем с вами случае когда в церкви что-то хорошее происходит скажем кто-то исцелился еще и от проказы мы на него строго смотреть не будем мы будем очень радоваться скажем давай мы про тебя снимем документалку и всем расскажем о том как господь тебя исцелил правильно а тут иисус делает совершенно наоборот он посмотрел на него строго и говорит не вздумай никому никому ничего рассказывать окей и что же библия говорит дальше в сорок пятом стихе написано а он скажите все а он написано а он выйдя начал право сглашать и рассказывать о происшедшем так что иисус написано уже не мог явно войти в город но находился вне в местах пустынных и приходили к нему отовсюду это что же такое то произошло вы знаете прямо здесь в этом моменте мне кажется началась наука о маркетинге потому что когда вы сегодня придете на светские мероприятия вам там скажет вам нужно превзойти ожидания клиента и тогда он будет обо всем рассказывать о том о той услуге которую вы ему оказали они думают что они придумали я вижу это библии сам господь иисус строго ему говорит не вздумай никому ничего рассказывать а он пошел и всем все разболтал представляете пошел и всем все рассказал я вам честно признаюсь этот отрывок из священного писания долго мне не давал покоя думаю ну как так но ведь должно же быть наоборот и ведь действительно библии есть истории где наоборот люди шли и рассказывали и мы как бы поощряем эти вещи в чем же здесь причина почему здесь иисус не захотел чтобы прокаженный всем все рассказывал я вам расскажу одну историю которая со мной случилась реальная история мы поехали всей семьей отдыхать на побережье в черное черное море куда еще мы едем до в сочи поехали мы и для того чтобы сэкономить деньги на обратном пути я решил отправлю семью домой на самолете а сам поедут домой на поезде и я куплю себе самый дешевый билет на поезд и поеду домой я так и поступил купил себе билет в плацкарт на боковушечку возле туалета дешевле не бывает как говорится вот отдел плацкартную форму плацкартная форма форма это майка алкоголичка знаете такая вот и эти трико с коленями знаете такие вот отдел такую форму и думаю все у меня будет полтора дня покоя детей нет жены нет я буду отдыхать полтора суток мне будет хорошо вот вы должны вот что понимать смотрите когда архитектор в отпуске он соответственно не занимается архитектурным планированием когда стоматолог в отпуске он соответственно никому не чинит зубы бухгалтер в отпуске не занимается финансовой отчетностью исходя из этой логики когда проповедник в отпуске он что он не проповедует аминь то что у проповедника что же должен быть отпуск проехали мы пару станций и на какой-то станции одна женщина взбираясь вагон а платформа была низкая она поднимала чемодан и в общем сорвала на себе спину что там у нее хрустнула как-то стало ей больно какие-то мужики занесли ее в вагон и как вы думаете где она приземлилась в аккурат слева от меня на нижней полочке ее положили она что-то там кряхтит стонет ей больно видать было очень и как оказалось в нашем плацкартном вагоне пол вагона было всевозможных целителей потому что все знали что нужно делать кто-то тянул ее за руки за ноги кто-то там ей растирал какой-то мужик пришел ее как тряпку выжал эту женщину беду у нее все захрустело там что только можно было хрустеть а я сижу на боковушечке и молюсь потихонечку так молюсь знаете о чем чтобы помогло потому что я в отпуске аминь я хочу спокойно доехать до дома и чтобы меня полтора суток никто не трогал после где-то получасовых махинаций целителей плацкартного вагона люди немногим отличались от меня в майках я имею ввиду и в трико ничего не помогло этой женщине я сижу и думаю что же делать-то думаю ну придется молиться за нее подсаживаю себя значит к этой даме игры здрасте она здрасте я говорю я церковный служитель она так окинула меня взглядом я говорю я помолюсь сейчас за вас только при одном условии она ведь да что угодно какое условие я на нее посмотрел очень строго очень строго посмотрел я говорю когда я помолюсь за вас и бог вас исцелит вы должны пообещать мне что вы никому ничего не скажете в этот момент я впервые понял христа в этом моменте я понял что иисус тоже был в отпуске помолился я за эту женщину и чтобы вы думали прямо там тот самый момент господь взял и исцелил ее полностью совершенно исцелил я эта женщина вскочила я думаю ну все это он за меня помолился эта женщина все целители прибежали отовсюду где-то нашли гитару и вся дорога до москвы превратилась собрание пробуждения в плацкартном вагоне я подумал надо же господь у него всегда есть какие-то свои планы но если вы посмотрите внимательно в библию сказано что иисус написано как здесь иисус уже не мог явно войти в город но находился вне в местах пустынных то есть наверное у христа был план приду потихонечку в город кофе очку попьем шашлычок где-то сидим чтобы меня никто не узнавал но очевидно из-за того что этот прокаженный всем все разболтал иисусу пришлось жарить барбекю в химках ну или где у вас тут подмосковье новосибирске в общем где-то он должен был оставаться на стороне бог совершил чудо и знаете что этот прокаженный он не мог больше сдерживаться он не мог больше быть в тишине точно так же как и мы с вами когда в нашей жизни что-то происходит когда господь затрагивает нашу жизнь меняет ее преображает ее мы как и этот прокаженный начинаем об этом рассказывать другим людям и заметьте у прокаженного не было денег он даже не знал хочет ли иисус его очистить могут если хочешь можешь меня очистить и получив свое исцеление он не мог молчать прокаженный не мог сдержаться его распирала изнутри он стал евангелистом он стал провозглашать что иисус совершил для него аллилуйя и точно так же как во времена христа люди приходили к нему даже издалека даже в пустынное место я вам хочу сказать что и в наше с вами время люди приедут ради встречи со христом в церковь мы иногда думаем но люди не поедут на другой конец города люди не поедут слишком далеко воскресенье они очень заняты давайте мы не будем решать за других людей мы сделаем свою часть расскажем о том что бог совершил нашей жизни и потом пусть господь и эти люди примут свое решение и возможно приедут на встречу с господом дьявол в библии назван обманщиком клеветником и как же разоблачают обманщиков знаете обманщиков разоблачают с помощью свидетелей то есть если есть какой-то преступник который скажем что-то украл не дай бог кого-то убил и судебной системе его обвиняют и если не было камер зафиксировавших его преступления то на помощь приходят люди которые видели преступления слышали о том что происходило и соответственно их опрашивать свидетели говорят да видел вот это вот это произошло вы видите этого преступника в зале да видим вот он он сидит и тогда соответственно свидетели могут высветить лжеца выявить лжеца но что делают преступники в реальной жизни и в кино вы наверное не раз видели если в реальной жизни сталкивались не дай бог вам с этим столкнуться они время от времени пытаются запугать свидетелей чтобы те ничего не рассказывали и если свидетель промолчит то обман станет правдой и преступник может выйти на свободу библия говорит что против дьявола против темных сил есть два мощнейших оружия первое оружие мы об этом прочитаем в книге откровения в 12 главе 11 стихе первое оружие это кровь иисуса христа это пролитое на голговском кресте кровь иисуса христа которая была пролита ради наших с вами ради нашего с вами прощения ради нашего с вами оправдания а второе мощнейшее оружие против обманщика дьявола это наше с вами свидетельство это наши с вами истории зачастую мы пренебрегаем нашими историями думая что они малозначащие но я хочу сегодня вам сказать что ваши истории имеют огромное значение мир в котором мы живем там есть обилие лжецов интернет пространстве и люди из-за этого становятся недоверчивыми к тому что видят и слышат иногда бывает так что мы рассказываем людям о чем-то но из-за информационного шума из-за обилия шума информационного в этом мире мы не можем прорваться тем не менее я убежден слушайте внимательно что наши с вами истории могут прорваться через все преграды они могут сместить смягчить сердце человека и вдохновить его задуматься о боге и о вечных ценностях наши с вами истории у меня вопрос если в зале люди которые когда-то быть может пережили исцеление в своей жизни окей есть некоторые может быть есть здесь люди которые пережили какое-то восстановление скажем восстановление семьи или отношений есть такие люди да есть а есть кто-то пережил освобождение может быть вы были о чем-то зависимое и потом пережили освобождение есть такие люди тоже что это означает я уверен есть много разных еще и истории это означает что у вас есть оружие против сил тьмы у вас есть оружие которое разоблачит обманщика дьявола дьявол хочет сказать людям живущие в этом мире богу нет до вас никакого дела бог забыл ему есть чем заняться в мире посмотрите сколько катаклизм военных событий всевозможных смертей и так далее вы что думаете правда ему есть дело до вас и в этот момент вы должны выйти на сцену и рассказать вашу историю чтобы показать людям которых дьявол пытается обмануть что богу на самом деле есть до этих людей дело что он их любит слава иисусу дьявол хочет чтобы история которая у нас с вами есть ни в коем случае не была рассказана он хочет остановить и поэтому он использует всевозможные уловки для этого к примеру он может прийти к нам с и на ушко на шептать слушай ну да получил то однажды исцеление в своей жизни но мужчина у тебя бухает поэтому ты не можешь рассказывать об этом от когда твой муж перестанет выпивать тогда ты можешь рассказать о своем исцелении потом у тебя все муж бросил пить я graphs ну дамуешь то у тебя бросил пить одеть что из церкви ушли поэтому ты не можешь рассказать ни про исцеление не про то что муж бросил пить потому что дети то у тебя ушли от господа потом уже и дети вернулись ты гришь ну часто я уже могу рассказать и про то и про то другое про третье и я такой да да расскажешь когда ипотеку выплатишь через 30 лет и мы к сожалению иногда начинаем его слушать мы такие ну да но ведь еще не все сферы моей жизни вот восстановились поэтому у меня наверное нету авторитета и власти рассказывать о каких-то событиях моей жизни где бог мне помог друзья мои ну давайте посмотрим внимательно на библию посмотрим внимательно даже на того прокаженного который мы читали раньше знать я не думаю что в тот же самый день когда он получил очищение от проказы у него была выплачена ипотека жена к нему вернулась и все такое скорее всего нет произошло только то что произошло и этого было достаточно чтобы выйти и провозглашать выйти и рассказывать аминь слава иисусу поэтому не позвольте дьявол у вас остановить только из-за того что какая-то еще сфера вашей жизни не восстановилась у вас есть история если в этой истории иисус главный герой все получится история нашей жизни это сильнейшее оружие против лжи дьявола когда мои знакомые рассказывают не о чем-то я им доверяю доверие да однокоренное слово вера вера приходит от слышание то есть когда дьявол рассказывает свои лживые истории люди к сожалению тоже верят в эти истории но если мы с вами не молчим рассказываем божьей истории тогда у нас есть все шансы чтобы победить тьму я недавно посмотрел фильм миссия невыполнима последний который вышел фильм простите если вы кино не смотрите я посмотрел да я посмотрел и и там в этой в этой истории главный герой со своей командой они сражаются с тем что фильме называется сущность какая-то сущность entity они называют сущность и знаете в чем проблема этой сущности эта сущность какая-то компьютерная программа которая извращает истину то есть суть этого фильма что миссия невыполнима вот эта команда сражаются с какой-то сущностью главная задача которой изменить правду изменить исторические события и они сражаются с тем чтобы этого не произошло и когда я смотрел этот фильм я подумал это про нас с вами история я сказал это про нас с вами история потому что мы с вами сражаемся с обманом который дьявол пытается насадить в этом обществе как мы это осуществляем мы делаем это рассказывая истории это оружие против сил тьмы наши с вами истории аллилуйя книги деяния апостолов написано вы будете мне свидетелями то есть вы будете рассказывать свою историю об иисусе в вашей жизни тут важный момент вот какой иногда простите что я слишком даю много места дьяволу на этом богослужении но иногда он еще вот как нас обманывает он говорит слушай но твоя история вообще ничего не значит такая маленькая такая незначительная история понимаешь история должна быть мощная вот так чтобы ты был прям наркоманом 30 лет и что ты так заколол себе руки что те руки ампутировали а потом за тебя помолились и они выросли и у тебя есть фото до и после вот эта история вот и и когда расскажешь да тогда надо чтобы ты вот раковую опухоль в банке с собой носил чтобы ты так всем прям показал ее все-таки вах точно бог есть да а насморк ну что там насморк если бы ты не молился он через неделю бы и сам прошел поэтому эта история никому интересно должна быть мощная какая-то история я вам скажу нет не важно какая история важно кто главный герой в этой истории потому что если главный герой в этой истории бог она сама по себе уже мощная а любые подумайте об этом друзья ваша история имеет значение именно та история которая у вас есть именно ваша история имеет значение именно вас поймут люди потому что они переживают схожие с вами жизненные обстоятельства. У нас больше общего с окружающими людьми, чем мы можем себе представить. И когда мы рассказываем нашу с вами историю, люди будут затронуты. Позвольте мне рассказать вам еще одну. Мы в Москве, пасторы нашей церкви, мы делаем домашние посещения. Мы ездим и посещаем прихожан церкви. Проведать их, узнать, как у них дела, просто посетить. И однажды я приехал в одну семью, мы общались вместе за завтраком, и глава семейства говорит, Сергей, а ты знаешь, почему я и вся моя семья в церкви? Я говорю, не, не знаю. Он говорит, я тебе расскажу, хочешь? Я говорю, по-моему, ты хочешь рассказать? Я говорю, давай, рассказывай. И он рассказывает мне. 20 лет назад я был на свадьбе. На свадьбе, говорит, сижу, еще не верующий совершенно, свадьба христианская, без алкоголя. Я, говорит, сижу за всем этим, наблюдаю, думаю, а оно мне вообще все вот это надо? Какие-то странные люди, без алкоголя, веселятся. Как они вообще? Им, наверное, что-то на входе дали, а мне забыли. Сижу и размышляю, а оно мне все вот это надо? И пока я, говорит, об этом размышляю, вдруг напротив меня садится один юноша. Парень молодой, очевидно, говорит, он был очень голодный, потому что он берет тарелку и со всего стола, там оттуда ножки, оттуда оливье, еще чего-то, он себе накладывает такую гору еды большую. Очевидно, говорит, он очень хотел прям покушать, он ложку берет и прям глубоко я туда закопал и уже подносит ее к рту, и я, говорит, вижу, ему сейчас точно будет очень хорошо. И когда он почти уже ложку засунул в рот, подходит к нему мужчина и говорит, молодой человек, вообще-то вы сели на мое место. А парень, говорит, уже вот так, вот так, говорит, он уже с ложкой. Я, говорит, сижу напротив и думаю, интересно, интересно, чем сейчас вся эта история закончится? Что свадьба-то безалкогольная. И вдруг этот парень, говорит, он улыбается, говорит, так широко, так красиво, я, говорит, такой улыбки, говорит, не видел всю свою жизнь. И он говорит, о, извините, пожалуйста, я не знал, что это ваше место. Садитесь, пожалуйста, я найду себе другое. Он, говорит, уступил это место. Я, говорит, сижу и думаю, хм, если они в этой церкви так воспитывают молодежь, я хочу, чтобы и мои дети ходили в эту церковь. Он говорит, поэтому мы в этой церкви. Я говорю, ого, то есть ты хочешь сказать, что тебе Евангелие никто не проповедовал? Он говорит, нет. Четыре духовных закона тебе никто не рассказывал. Он говорит, нет. Я говорю, ты реально пришел в церковь из-за того, что кто-то кому-то уступил место? Он говорит, да. Я думаю, ну надо же. Я думаю, неужели, Господь, ты можешь использовать такую простую ситуацию для того, чтобы обратить чей-то взор на Бога и на вечные ценности. И потом он говорит, Сергей, ты знаешь, кто был этот юноша, который встал и уступил место? Я говорю, нет. Я говорю, кто это был? Он говорит, это ты был. Я такой, о, Боже. Я думаю, слава Богу, я встал. Слава Богу, я улыбнулся. Друзья, поверьте мне, любая история, в которой Бог главный герой может произвести перемены в жизни человека. Поэтому никогда не стесняйтесь вашей истории. Не позвольте дьяволу обмануть вас и сказать, твоя история малозначительно. Нет, нет. Если Иисус главный герой этой истории, она очень значима, эта история. Слава Иисусу. И, возможно, какая-то часть вашей жизни еще не образилась. В то же самое время другая часть вашей жизни из прошлого может спасти чью-то жизнь. У вас есть история, может быть, обновление, спасение, восстановление, возвращение утраченного, которое вы можете рассказать своими словами. На языке людей, понимающих вас, сделайте это. Потому что дьявол хочет остановить вас, указывая на те сферы, где еще нет порядка. Но я еще раз повторяюсь, не позвольте ему сделать это. Не поддавайтесь на его уловки. История, рассказанная простыми словами, будет понятна. Тут я хочу сделать небольшую остановку, потому что, на мой взгляд, это очень значимо. Потому что порой мы рассказываем наши с вами истории, но мы делаем их слишком замороченными. Простите меня за такое слово. Они слишком становятся непонятными. Недавно пастор Олег Попов, второй пастор нашей церкви, рассказал о статье, которую он недавно прочитал. В статье была информация о том, что верующие, обращенные к Богу люди, в первые четыре месяца после обращения рассказывают о Христе и приводят к Господу людей больше, чем за всю оставшуюся жизнь. И мне стало любопытно, почему это происходит именно в первые четыре месяца. И там были несколько пунктов, объясняющие эти причины. Но один из самых главных пунктов был, знаете, в чем? В том, что неверующие друзья, обращенные к Богу людей, в первые четыре месяца верующих все еще понимают. Через четыре месяца все, мы их потеряли. Потому что в их лексиконе появляются словечки разные. Раньше он матерился, да? А тут он... Мы, говорит, на рыбалку вчера ходили. Аллилуйя! Выкрутился, знаете? Что материться уже нельзя? Такую рыбу поймали! Еще и такое, халлилуйя, еще вот так некоторые скажут. И оно может быть для нас, церковных людей, эти слова не режут слух. Но для людей светских это может быть даже очень непривычно, что ли. Я вспоминаю историю одну забавную, которая произошла у нас с таким, знаете, выкручиванием. У нас есть общий знакомый с моей женой. Мы были у них дома. И племянница нашего общего знакомого, она стоит возле зеркала. А зеркало, помните, такое трюмо, по-моему, это называется. Когда вот такие вот зеркала, да, вот такие вот в разные стороны. И девочка эта стоит, ну такая подросток. И она стоит прям, любуется собой и поет песню. «Батька махно, смотрит в окно». А потом раз она краем глаза видит, как за ней наблюдает дядя, священник из церкви, знаете. И она такого увидела. «А на дворе Иисус Христос». Так, знаете, выкрутилась такая. И мы иногда чувствуем это давление, знаете, что мы должны быть очень религиозными. И иногда это доходит до крайностей. Недавно я услышал в одной церкви, они пели песни, и у вас есть слова на экране. А в той церкви не было слов на экране. И человек 300 где-то в церкви, они, знаете, что пели? С поднятыми руками, они стоят и поют. «Мне Бог козлу внушает страх». Такие были слова. Я сначала не понял, что происходит. А потом я понял. А, есть зло. Зло, да? И вот к этому злу. Окей, дошло? Боже мой, я зашел в зал, представляете, 300 человек стоит. «Мне Бог козлу внушает страх». Я думаю, ну все, приехали. И как бы, ну понятно, песня-то, наверное, хорошая. Но иногда мы все доволен до какой-то крайности. Другой раз, я помню, был на мероприятии, где предполагалось много светских людей. И молодой человек, который вел блог на богослужении, где были песнопения, он решил поговорить с аудиторией. Он говорит, братья и сестры, будем славить Господа. Как написано, из чрева потекут реки воды живой. Я стою и думаю, ну вот, это ты сейчас зачем сказал? Поймите меня правильно, я все понял. Ну, у меня все-таки теологическое образование есть. Но для светского человека он, так, что, у кого воды отошли, кто рожает, что происходит? Он просто не понимает, о чем идет речь. И поэтому иногда у нас есть простая история, но мы из-за нашей сверхрелигиозности начинаем рассказывать ее слишком странно. И вдруг хорошая история превращается не в то, что привлекает человека ко Христу, а то, что отталкивает человека от Христа. Поэтому я прошу вас, друзья, давайте будем попроще. Давайте будем попроще. И будем честными. Вы, наверное, все учились в школе, я предполагаю. И были уроки, на которые вы приходили, и там, скорее всего, было неинтересно, потому что учитель все слишком сложно объяснял. И такой, я ничего не понимаю. Но были и другие преподаватели, которые, наоборот, сложные темы обсуждали очень, извините, объясняли очень просто. И на такие уроки хотелось идти. Потому что там я понимаю, о чем идет речь. Так и мы с вами, давайте будем попроще. Будем попроще. И рассказывать истории будем простыми словами. Аллилуйя. Библейские истории о том, как Бог совершил чудеса в жизни людей, продолжают вдохновлять. Но и истории, рассказанные нами, тоже вдохновляют людей. Потому что в наших историях Бог по-прежнему главный герой. И вот что любопытно. Люди зачастую делают решение, обословленное эмоциями, а не интеллектом. Например, решение посмотреть тот или иной фильм. Когда душа затронута, и еще если вдруг в рекламе скажут, что фильм основан на реальных событиях, то вдруг наше внимание это привлекает. О, на реальных событиях, на реальных событиях. Будем смотреть фильм, основанный на реальных событиях. Это истории, основанные на реальных событиях. Но ваши истории, мои истории, они не основаны на реальных событиях. Они и есть реальные события. Поэтому они интересны. Люди следуют за людьми. Люди не следуют за организациями. Люди следуют за людьми. Даже в социальных сетях, обратите внимание, люди с удовольствием следят за теми, кто там с кошечками возится. Кто-то, кто готовит там какие-то пироженки. Кто-то, кто детей стрижет там и так далее. кто-то, кто рыбу ловит, люди с удовольствием следуют за людьми с какими-то увлечениями. Наше с вами главное увлечение – это Господь. Но тут я еще раз хочу подчеркнуть – будьте простыми. Иногда я делаю публикацию в социальной сети, кто-то из христиан оставляет комментарии, и время от времени я хочу посмотреть, кто этот человек, который оставил мне комментарий. И когда я захожу на социальную страничку верующих людей, думаю, я даже не знаю, кто это. Потому что у него на аватарке нету фотографии. Там у него лев из колена Иудина. Или сразу 12 апостолов. А вся лента – сплошные местописания и ссылки на проповеди пастора. Не делайте так, я вас очень прошу. Если это ваша социальная страничка, пусть там будет ваша фотография. Да, но я не такой красивый. Это не так важно. Будь собой. Будь настоящим. Ну, у всех так красивее фотографии в социальных сетях. Друзья мои, дело не в том, как ты представляешь себя обществу. Будь собой. Аллилуйя. Не надо быть тем, кем ты не являешься. Тут я, наверное, еще одну историю вам расскажу коротко. Я уже почти закончил. Я время от времени бываю в спортзале. Может быть, по мне пока не видно, что я в спортзале бываю. Но время от времени бываю. И когда я прихожу туда, там, знаете, некоторые люди и тренеры, они одеваются в очень интересную одежду. Они одеваются так, как будто бы они без одежды. Они, как будто они еще одну шкуру на себя натянули, такой, знаете. И у этого парня, тренера, у него 8 кубиков. Сразу видно все. Я такой, у меня тоже есть. Они просто скрытые, тайные. У меня тайные кубики. Скрытые за одним большим овальным кубом правильной формы. Там девушки все эти. Я думаю, это интересно. Некоторые говорят, я в церковь, говорит, не хожу, потому что там одни лицемеры. Я говорю, брат, не ходить в церковь из-за того, что там лицемеры, это все равно, что не ходить в спортзал из-за того, что там люди не в форме. Ну, как бы для этого и спортзал, да, чтобы мы там, ну, поработали над собой. И церковь, она тоже не для святых, она для, ну, для всех. И для грешников в том числе. Поэтому, когда вы представляете себя обществу, вам не нужно пытаться сделать из себя того, кем вы не являетесь. Будьте собой. Людям будет интересна именно ваша жизнь, именно ваши истории. О том, как вы проходили или проходите через трудности. И они к вам обратятся за помощью. Они попросят у вас поддержки, спросят у вас совет. Дайте им этот совет и доверяйте, что Бог будет действовать именно через вас. Ну, и последнее местописание на сегодня. Это история про самарянку. В Евангелии от Иоанна есть эта история. В 4 главе сказано, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. Те из вас, кто уже давно с Господом, вы знаете, что у самарянки было 5 мужей. И 6, который у нее был на момент, когда она рассказала эту историю, вообще ей не муж. То есть Бог использовал женщину для благовестия, у которой была 5 раз замужем, и 6 еще и не муж. Может быть, ты сидишь и думаешь, да, ну у меня вот такая проблема была, такая проблема была. Я разведенная там или еще что-то. Бог, наверное, меня не может использовать. Если Бог использовал эту женщину, Он точно может использовать тебя. У нас, я думал, эта женщина чемпион, 6 мужей. У нас недавно одна женщина обратилась к Господу в церкви. Она, ну, известная в свое время женщина. И она рассказывала свою историю. Ой, недавно, говорит, в Крыму была. Недавно, говорит, была в Крыму. Чуть не утонула. Чуть не утонула. Но, говорит, слава Богу, 9 муж меня спас. Я подумал, 9, это чудо, что он ее спас. Вот в этом все чудо. 9. Что осталось 8, история умалчивает. Мы не знаем. Но дело в том, что Бог все равно простер свою руку к этой женщине. И он спас ее. Аллилуйя. И он использует ее. Ее истории используют. И эту женщину, самарянку, Бог тоже использовал. И потом написано, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он побыл там еще 2 дня. И еще большее число уверовали, написано по слову, его. А женщины тоже говорили, уже не по твоим речам веруем. Но сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира. То есть, смотрите, сначала мы рассказываем свою историю, которую мы пережили с Господом. А потом люди, по нашим историям, сначала встретятся с Господом и будут уже лично знать его. Аллилуйя. Петр и Иоанн, давая ответ перед знатью своего времени, свидетельствовали о Христе в своей жизни и жизни тех, кого коснулся Бог. И в книге Диане сказано, что они были тоже людьми очень простыми. И исцеленный, который стоял в этот момент рядом с ними, был живым свидетельством того, что Бог есть и о том, что Бог действует. И все знали об этом на этот момент. Итак, в завершении, какой мы с вами можем сделать следующий шаг? Я хочу в завершении дать вам 4 простых шага для действия уже сегодня, уже после этого богослужения вы можете действовать. Шаг номер 1. Подумайте о том, какая у вас есть история. Может быть, Бог совершил несколько лет что-то в вашей жизни, и вы уже давно об этом никому не рассказывали. Как-нибудь на досуге, сядьте вечерком или утром, вспомните эту историю. А, со мной вот это произошло, ой, еще со мной вот это произошло, и вот это произошло. И просто запишите. Может быть, у вас будет несколько историй. Какие-то истории связаны с исцелениями, какие-то истории, может быть, связаны с восстановлением, какие-то истории связаны с освобождением, другие истории связаны с возвращением утраченного и так далее. Сделайте себе подборочку историй. Потому что нужная история в нужный момент окажется очень значимой. Вы, наверное, не раз были в обществе, когда, скажем, о чем-то говорили, и вдруг кто-то говорит, о, у меня сейчас вам анекдот расскажу. И когда кто-то рассказывает смешную историю в тему, она как бы прям заходит, правильно? А когда она как бы не в тему, и даже, ну, люди и посмеются, но, может быть, ради вежливости. Так вот, если у вас будет такой, знаете, склад историй, то в нужный момент нужная история вдруг поднимется из вашего сердца, и вы сможете ею поделиться. Но для этого нужно ее как бы, ну, напомнить себе, вспомнить, что у вас есть за история. Второй шаг, очень простой шаг. Молитесь о том, чтобы Бог послал вам человека, которого ваша история вдохновит, ободрит, направит к мыслям о вечных ценностях. Это очень важный момент. Потому что иногда ты расскажешь свою историю, она не касается. Но история, рассказанная вовремя, история, рассказанная в нужный момент, как ложка к обеду, да, говорят? То есть она именно в этот момент нужна. Поэтому молитесь, Бог, пусть устроится так обстоятельство вокруг, чтобы именно моя история, где Бог главный герой, стала нужной и значимой. Третье. При случае расскажите историю очень просто. Почти все свои проповеди, которые я проповедую в церкви, я испытываю на детях. Правда. Я пишу почти все свои проповеди в первый раз, слово в слово вообще. Все, что я собираюсь сказать. И потом корректирую, конспектирую. Я даю это почитать детям. И если дети мне в обратку рассказывают именно то, что я собирался сказать, тогда эта проповедь достойна, чтобы ее рассказать взрослым. Вы можете сделать то же самое. Испытайте вашу историю. Позовите кого-то, кого вы знаете. Скажите, слушай, я должен на тебе испытать историю. И расскажите ему историю. И посмотрите, что произойдет. Когда мы, начинающие христиане, хотели благовествовать на улице, нам было чуть робко подходить к незнакомым. Поэтому мы в автобусе громко друг другу рассказывали историю. Да. И ну-ка еще раз расскажи, что там у тебя произошло. Сейчас я тебе расскажу. И все остальные слушали в этот момент. А у нас же люди любопытные, да? Поэтому испытайте, попробуйте. Я знаю, у вас есть домашние группы. Вы встречаетесь за кофе, за чаем. Просто устройте вечер истории. И расскажите друг другу историю о том, что произошло. Скорректируйте, сделайте ее наилучшим образом, так, чтобы в следующий раз вы могли ее рассказать очень просто и понятно. Ну и последний, четвертый шаг. В конце концов, доверяйте Богу. Потому что вы спасти никого не можете. Иногда мы, знаете, живя в век успешного успеха, когда все должно быть быстро, мы ожидаем, что человек покается сразу же. Что сразу же в его жизни что-то произойдет. Но порой не происходит все сразу. К примеру, моя мама. Я обратился к Богу в 93-м году. В этом году я буду праздновать в сентябре 30 лет, как я с Господом. Слава Иисусу Иисусу. И моя мама, вы знаете, она долго не могла меня понять, потому что мой папа умер, когда мне было 3 года. Моя мама очень была так ожесточена, потому что она говорит, ну как так, ты поверил в того, кто у тебя Бога, кто у тебя отца забрал. Ты поверил в Бога, который забрал у тебя отца. И 8 лет спустя мама моя впервые пришла в церковь на богослужение. 8 лет спустя. И она побыла на богослужении, но Господу не обратилась. Понадобилось еще 8 лет. Еще 8 лет спустя она пришла на богослужение, и только тогда впервые помолилась молитвой покаяния. 16 лет спустя. Прошло еще потом 7 лет, и она пошла учиться в библейскую школу. Да. Слава Иисусу Иисусу. Иногда мы хотим, чтобы что-то случалось быстро. И может быть, иногда что-то случится быстро. Но иногда понадобится время. Вы делаете свою часть, и потом Господь сделает свою часть. Я это вижу таким образом. Помните историю про Давида и Голиафа? Когда Давид взял из ручья несколько камешков. Я думаю так, это просто как образ, это не пророческий какой-то образ, просто как картина такая для вас. Есть некая река жизни, нашей с вами жизни. И в этой реке есть камешки, есть истории. Мы можем взять оттуда несколько, положить их в молитвенную прощу, размотать их, и потом запустить. И знаете что? Когда мы помолились и рассказали нашу историю, эта история найдет нужную голову. Аминь. Она найдет нужное сердце. Попадет туда, куда нужно попасть. И в свое время, у нас есть для этого основание, Библия говорит, никакое слово не вернется к Богу тщетно. Если вы рассказываете историю, не просто про замечательную церковь. У вас замечательная церковь. Но дело не в церкви. У нас такое замечательное прославление. Слава Богу за прославление. Пусть у нас у всех будет лучшее прославление на свете. Но меняет человека Христос. Он глава всего. Поэтому надо познакомить людей с Иисусом прежде всего. И весь Божий народ сказал. Аминь.